друзья всем огромный привет вы на канале art photo life меня зовут серджу и мы продолжаем изучать с вами photoshop сегодня у нас быстрая ретушь портрета и я хочу вас познакомить с очень замечательным плагином который называется портретюра и давайте для начала мы посмотрим какая фотография у нас было и какую в итоге мы получили хочется отметить что данный плагин очень дорогой и увы не все могут его позволить но как всегда решение вы можете найти у меня в телеграм-канале если тебе это интересно не переключайся смотрим далее ну а мы приступаем к работе итак друзья установить этот плагин достаточно легко вам просто нужно выключить и lightroom photoshop все программы adobe кликнуть на установщик и согласиться со всеми действиями которые он предлагает после чего вы открываете photoshop открываете вашу фотографию сочетанием клавиш control джей мы делаем копию нашего изображения и так кликаем фильтр у нас здесь появляется имидженомик и здесь установлен плагин портретюра 3 кликаем на него итак друзья фотография открылась у нас в портретюре и что же здесь можно делать я не буду вам очень долго и упорно рассказывать про все функции этого приложения я пройдусь только по самым основным итак друзья у нас здесь есть предустановленные пресеты которые находятся в левом верхнем углу сейчас у меня стоит по дефолту но я могу выбрать какой-нибудь определенный пресет их здесь есть несколько штук мы на них подробно останавливаться не будем вы с ними ознакомитесь сами я вас познакомлю с функционалом данного приложения и так друзья в левой панели у нас есть три блока нижний блок как правило по дефолту скрыт поэтому его можно сразу открыть и так друзья за что же у нас отвечает каждый блок при помощи первого блока можно осуществлять ретушь причем ретушь здесь происходит за счет того что вы разделяете в недостатке на кожи на мелкие средние и крупные детали следующем во втором блоке вы можете создать маску и все ваши изменения будет происходить только на той маске которую вы создали и третий нижний блок позволяет нам покрасить кожу сделать цветокоррекцию правом нижнем углу у нас видите три значка можно наблюдать за изменениями в одном окне можно поставить два изображения и вы будете видеть у вас первоначальное изображение и изображение то на котором происходит какие-то изменения и соответственно вертикальная либо горизонтальная но это зависимости от того какое ваше изображение нижний формат либо альбомный и так друзья ну давайте пойдем по порядку я для начала увеличу изображение на 50 чтобы мы видели недостатки все и так смотрим слева у нас оригинальное изображение право изображение это то с которым мы будем работать и давайте мы для начала с вами определим маску чтобы определить их создать маску нужно вот сюда вот кликнуть на на пипетку у нас появилась сразу миниатюра и когда мы наводим с вами на изображение то диапазон маски либо увеличивается либо уменьшается давайте мы постараемся выбрать такое место на изображении чтобы у нас глаза губы зубы не попадали под маску а кожа попадала правило такое значение находится где-то в средних тонах не в светлых не в темных именно в средних вот где-нибудь вот здесь вот кликнули маска у нас зафиксировалась итак друзья у нас появилась маска после чего ее нужно расширить вот если вы заметите на светлые области маски это именно те области которые прорабатываться не будут и если нам с вами необходимо обрабатывать область возле глаза на подбородке то нам необходимо взять рядом пипетку которая находится с плюсиком и добавить соответствующие участки на лице нашей модели к значением маски я кликну вот сюда как видите у нас маска практически полностью закрасилась вот в такой цвет пудры что же мы с вами делаем дальше значение смуфинг она отвечает как раз за размытие и так друзья значение смуфинг я выставлю на значение 100 чтобы вам лучше были видны изменения которые я буду проводить теперь смотрим fine medium large это как раз у нас мелкие средние крупные детали давайте посмотрим что будет происходить если мы будем двигать и так мелкие детали и смотрим на правый снимок я делаю на плюс 20 видите у нас сразу произошло вот такое вот заглаживание теперь средние детали и крупные детали я показал на максимум поэтому вы увидите такое сильное размытое лицо и теперь друзья ползунок free hold который переводится как порог фактически усиливает эффект размытия давайте посмотрим что будет если я его повышу полностью до 40 как вы видите лицо модели у нас размылось но это очень сильно нам такое не подходит давайте сделаем поменьше попробуем где-то вот на 20 на 20 уже получше но мелкие детали у нас остаются слишком замыленные давайте мы их немножко откатим назад где-то примерно но вот на 10 и теперь давайте немножко средние детали также вернем где-то тоже вот на 12 так ретушь выглядит уже намного естественнее но в каждом случае вам придется индивидуально поработать ползунками чтобы подобрать наиболее оптимальное значение итак друзья двигаемся дальше теперь у нас есть тональности мы можем подкрасить нашу маску сделать ее более розовой повысить насыщенность сделать светлее или темнее и изменить область распространения на более мелкие детали далее друзья переходим в третий блок итак друзья ставим использовать маску на сто процентов и теперь у нас обратите внимание есть два значка sharp нас это повышает резкость на маске то есть на лице модели и скажем так интеллектуально технически но возвращает текстуру кожи давайте я сделаю полностью на плюс 40 и посмотрим что у нас получится итак в наше изображение вернулась немножко резкости теперь давайте посмотрим что будет если мы будем двигать с здесь у нас происходит наоборот легкое разглаживание также выбираем оптимальные значения да мы делаем для того чтобы сохранить естественность текстуры кожи ну и нижние дальше ползунки отвечают за цвет кожи и мы можем сделать кожу теплее значение tint это тонирование либо в сторону фиолетовых оттенков либо в сторону зеленых оттенков и здесь вы сразу сможете осуществить цветокоррекцию кожи далее у нас идет яркость давайте прибавим на плюс 11 посмотрим что произойдет вот цвет кожи стал ярче и контраст мы можем добавить контраст смотрим что получается или убавить контраст смотрим что получается контраст я верну по дефолту тепло тоже пожалуй я уберу Здесь мне этого делать не нужно Итак, друзья, сейчас не обращайте на результат Над ним еще, конечно, нужно же поработать Я делал на скорую руку, чтобы показать вам принцип действия этого метода После того, как мы сделали множество манипуляций Мы можем сохранить эти настройки в свой пресет Для этого кликаем вот сюда возле шестеренки на плюсик И у нас появляется возможность создать пресет Поместить его в определенную группу Сделать описание Оставляю вам это на изучение Итак, друзья, после того, как мы сделали все манипуляции Нам необходимо все изменения Поставив вот сюда галочку сделать на новый слой И кликаем ОК Итак, друзья, изменения у нас произошли У нас остались только крупные детали, над которыми мы можем поработать Итак, друзья, что мы делаем дальше? У нас по умолчанию появился новый слой И разместился он внизу над оригинальным изображением Давайте мы переместим слой наверх Итак, друзья, у нас появился новый слой с изображением Делаем его активным И теперь мы можем непрозрачностью вернуть немножко естественности нашей модели Теперь, друзья, нажимаем сочетание клавиш Alt-Ctrl-Shift-E У нас все изображения копируются на новый слой И нам останется только поработать с какими-то крупными недостатками Что мы для этого делаем? Для этого в левой панели мы выбираем с вами инструмент восстанавливающая кисть Увеличиваем изображение Квадратными скобками увеличиваем или уменьшаем размер кисти Теперь зажимаем кнопочку Alt У нас появляется вот такая вот мишень И она нам нужна для того, чтобы взять образец со здоровой кожей И перенести ее на не очень здоровую Чтобы убрать какой-то прыщик Ну, давайте вот, например, кликнем вот сюда И перенесем текстурку вот сюда Итак, друзья, таким методом необходимо пройтись по всем недостаткам Это, конечно же, очень длительная и кропотливая работа И чем больше недостатков на коже вашей модели Тем больше вам придется потрудиться и посидеть с исправлением этих недостатков И обращаю в нем ваше внимание на то, что вы должны брать текстуру только соседних участков И так делать каждый раз, работая над каждым прыщиком То есть, вот я беру здесь участок рядом Зажатый кнопочкой Alt-кликаю левой кнопкой мыши И переношу на то место, которое я хочу поправить То есть, вы понимаете, да, если я захвачу это место вот здесь, с кончика носа То, соответственно, я получу вот что Мне это не нужно И таким образом, увеличивая, либо уменьшая кисточку Мы прорабатываем с вами все проблемные участки кожи Я перейду сейчас через черный экран, чтобы не терять времени Ну, а вы на своих фотографиях Метод понятен, продолжайте его пробовать и изучать Итак, друзья, после того, как вы проделали эту манипуляцию У вас должно получиться вот примерно то же самое И теперь давайте зажмем кнопочку Alt и посмотрим, какое изображение у нас было И что в итоге мы получили На этом, друзья, все Если видео было полезным, не забудь поставить лайк Это будет для меня лучшая награда Подписка на канал вовсе не обязательно Но позволит тебе не пропускать новые полезные уроки по обработке фотографии С вами был Серджио, друзья, до следующих уроков Желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok